друзья всем огромный привет нашел вот такую сады и корягу гнилую это дуб он конечно уже подгнивший но в принципе он еще живой то есть края у нас тут вот выгнившие вот здесь вот таких вот такие места здесь короед поел но тем не менее я хочу попробовать поработать сегодня с ней так что если вам будет интересно что получится из этого кусочка давайте посмотрим видео вам всем приятного просмотра в общем вот этот край у меня живой он интересный такой здесь видимо кора было сделаем разметочку мне надо будет в самом широком месте 6 отмечу оставить 31 сантиметр торцуем что край живой прям полностью то здесь конечно надо будет мы будем выбирать серединку беру здесь мы загоню срединка есть прям вообще вылетит блок в общем фуганул дату до 35 миллиметров такая красота сразу вижу что дубной ну конечно вот это сердцевина сгнившая но это мы сейчас уберем все сучок пришлось разделить то есть вот этот кусок я просто выкинул но здесь вот живого ничего нет всю рыхлую часть вытащил вот так все смотрится и вот сколько у нас мусора труси друзья за кадром сделал опалубку все это прошел герметиком будет у меня вот таким вот образом это все лежать будет это гораздо интереснее и наш естественно вот такой вот сучок из него никак то есть вот таким вот образом это будет выглядеть так сейчас хочу сделать состав для грунтования использую такую вот смолу нас два к одному это значит на 75 будет самой от отвердителей этого не универсальный 75 чё пару прям капелек чтобы задать тон насыщенный голубоватенький сразу главное хорошо перемешать потом еще раз перелить в баночку чтобы полностью здесь составу было равномерно перемешиваю заготовочку тыльной стороной задней положил чтобы универсальный прогрунтовать прямо такой кисточкой у хозяйки отобрал дома отлично наносится и хорошо можно споласкивать силиконовая получилась такая вот красота сейчас загрунтовали друзья прошло 18 часов смотрите смола высохла вот нас ровно 600 миллиграмм смолы теперь будем заливать отвердитель отвердителя зальем 200 миллиграмм и будем добавлять синенький опять краситель за кадром сделал второй кувшинчик по итогам и получается 16 литра по идее мне этого должно хватить хочу еще пигментной пасты добавить такой вот голубенький ну прям чуть-чуть уже в готовую смесь и прям сейчас миксером перемешаем все хорошенько смола как видите разошлась немного я вот такими движениями поделал что перламутр переливался то есть такую вот красота пузырьки начали выходить но это смола должна выйти до 100 процентов практически пузырей как на ну как заявляет производитель друзья смола в общем подсохла теперь при помощи лестницы снимаю по пару миллиметров на выходе получаем вот такую вот красоту а сейчас хочу сразу окантовочку сделать буду делать при помощи фрезера вот такой вот фрезы вот так вот выглядит после 1000 будем сейчас до 2000 нашли слова а потом уже будем полировать вот такой вот вид это у нас уже была какая 2000 до это после 2000 в общем друзья нашел и вот такое масло для дерево попробуем покрытием так столешница наша готова переходим к сборке каркаса друзья специально стал заострять внимание на резку профильной трубы на ее размеры потому что вот за перил сделал под 45 градусов для таких конструкции пешки она одна покороче другая подлиннее вот сейчас мы это обварим потом еще нам нужно будет четыре стоечки почему не стал уделять внимание именно размером потому что это конкретно под мой размер вам эти размеры могут быть и не нужны вы будете будете делать будет делать по своим размерам апеллил человек такие четыре штучки по 540 миллиметров друзья по большому счету наша конструкция готова все зачищено все свалено получилось вот так а вот стоечка для жесткости 2 ну и визуально будет симпатичным смотреться чем нежели это будет одна теперь сейчас обезлили используя обезжиритель из баллончика очень удобно всем рекомендую сейчас внесу грунт в два слоя грунт у нас подсох теперь хочу с каждой стороны отступить по 40 миллиметров и сделать спорные отверстия с резьбой м5 беру теперь сверлочка на 3 и 2 то будем резьбу м5 делать там шаг 07 при помощи шулька также нарежем резьбу чуть не забыл сразу делаем здесь отверстие и здесь отверстие на 4 и с другой стороны мы немножко расширим под шляпку самореза нашу черный матовый цвет сделал разметку сейчас посверлю отверстие под будущий самореза для профильной трубы прикупил такие заглушечки так сделал вот такие вот подножки они были на гвоздиках я выкрутил делал болтики поэтому резьбу здесь накладываю все на крей посадил тебе будет закручиваться хоть небольшая резьба здесь нагрузка будет небольшая можно будет хотя бы регулировать саму столешницу посажу на акрилогерметик перебыл совок на самореза с этой стороны вручную друзья по итогу получился такой вот прикроватный столик тумбочка под ноутбук там под что-нибудь под кофе смотрится конечно шикарно дуб эпоксидная смола это конечно кайф до работа немножко сложновато но она того поверьте стоит друзья у нас с вами получился вот такой вот представной столом это первая моя заливка эпоксидной смолой надеюсь получилось красиво и достойно и ролик вам был интересен если да поставьте пожалуйста по лайку поделитесь с друзьями напишите комментарий что вы думаете буду ждать от вас обратной связи вам же всем крепкого крепкого здоровья до новых встреч пока пока